8 июля Святая Церковь празднует День памяти преподобного мученицы Февронии Сирской. Святая Феврония жила в III веке. Она воспитывалась в Ассирийском монастыре в городе Сиваполь. Ее родная тетя Вриенна была в нем игуменьей. Заботами настоятельницы Феврония несла строгий подвиг. О благочестии Девы стало известно за пределами обители. В те времена царствовал император Диоклетиан. Он направил в Сирию отряд воинов, чтобы истребить там христиан. Возглагали императорское войско Лисимах, Селин и Прим. Прослышав о преследованиях, насельницы обители спрятались. Воины смогли найти только игуменю, ее помощницу и тяжелобольную Февронию. Лисимах, воспитанной матерью-христианкой, с любовью к вере, захотел укрыть инокинь. Он благоволил к ним в душе. Однако о намерении юноше стало известно его дяде, жестокому Селину. Он приказал доставить Февронию к себе. Пораженной красотой девушки, Селин стал уговаривать ее принести жертву идолам, за что обещал наградить и выдать замуж за племянника. Девушка была тверда в своей вере, заявив, что обещана бессмертному жениху. За неповиновение деву стали жестоко пытать. Святая же во время мучений молилась Богу. «Спаситель мой, не покинь меня в этот страшный час». Но истязатель не остановился. Он отдал распоряжение, чтобы монахиню привязали к дереву и разожгли под ним костер. А после выбили ей зубы, вырвали язык и отрезали грудь. Находившийся рядом народ умолял прекратить издевательство, однако Селин был в ярости. По последнему его приказу девушке отсекли руки и ноги. В конце истязаний деве отрубили голову. Этот мученический подвиг поразил Лисимаха. Он заперся в своей комнате, оплакивая преподобномученицу. Селин же после казни не мог сесть за обед. Он долго ходил по дворцу, но внезапно остановился, посмотрев вверх и онемел. Замыщав, как бык, он упал и от удара о мраморную колонну скончался. Племянник истязателя, узнав об этом, сказал, «Велик Бог христианский! Он достоин почитания, потому что отомстил за неповинную кровь!» Лисимах сам собрал останки мученицы, положил их в раку и отнес настоятельнице обители. Сам же вместе с примом принял крещение и иноческий постриг. В 363 году, через 60 лет после кончины, мощи святой были перенесены в Константинополь. Поучительна история святой Февронии. Мучитель вынес сам себе смертный приговор. После издевательств над святой и ее мученической смертью, он не находил себе места и, наконец, онемел, замычал, как бык, упал и скончался. Потомная неприглядная смерть – удел большинства гонителей, многие из которых еще и сходили с ума, а некоторые призябали остаток жизни в нищете, болезнях и забвении. И сегодня мы наблюдаем, как некоторые, вооружившись политической целесообразностью, сносят храмы, оскорняют святыни, наносят увечья верующим. Надо быть наивным, чтобы полагать, что все это им сойдет с рук, что возмездие не настигнет их. Каждый рано или поздно ответит за свои дела. Известно множество грустных и трагических историй, связанных с судьбами гонителей и предателей церкви. Все они плохо закончили. Император Нерон, к примеру, первый гонитель христиан, по указу которого были казнены апостолы Петр и Павел, был свергнут с престола и покочил с собой, резав себе горло. Император Длеций, при котором были тоже страшные и масштабные гонения на христиан, умер мучительной смертью. Взбесившаяся лошадь сбросила его с себя, и попав в болото, он не смог оттуда выбраться. Тело его так и не было найдено. Следующий тиран, император Валериан, который подвергал христиан жестоким гонениям, попал в плен к пресидскому царю, где подвергся тяжелым унижениям и различным пыткам. Ему в горло влили распаленное золото, а потом содрали с него скальп и выставили на поругание и общественное обозрение. А упоминаемый в житии Святой Февронии император Деокритиан, воздвигнувший жесточайшие гонения на христиан, когда христиане лишались всех прав и объявлялись врагами общества, с которыми можно было делать все, что угодно, лишился разума и умрел себя голодом. Следующий за ним император Галерий, в правлении которого были умерщвлены великомученик Дмитрий Солонский, мученики Адриан и Наталья, великомученик Федор Тиран и многие другие, был поражен язвами, которые источали страшный смрад, так что даже врачи не могли к нему приблизиться. Находясь в невыносимых смертельных муках, он осознал, что получил болезнь за свои грехи и подписал указ о приостановке гонений. А бесплощадный гонитель Максимиан в итоге закончил свою жизнь самоубийством. Как показывает история, ни один из гонителей не прожил жизнь в спокойствии и процветании, а царствование этих людей было хаотичным, наполненным ненавистью, развратом, убийствами и интригами. Потому что воюющие с Богом убивают себя. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, «О человек, бойся попирать Сына Божия, почитать скверною кровь завета и укорять Духа Святого. А ты, хотя бы, может, и сам того не зная, делаешь это. О, будь тысячу раз внимателен к Святейшей Евхаристии. Помни, что страшно впасть в руки Бога Живао». Будем же молить преподобному ученицу Февронию о вразумлении всех, кто восстал против церкви. Будем стоять в вере и ждать встречи с бессмертным и благим Богом. Субтитры создавал DimaTorzok